Долой бюрократию наш губернатор сделал старый еще советский лозунг «Руководством в действию». И для себя лично, и для своего аппарата, и для властей на местах. В помощь нам социальные сети. Их преимущество в том, что написав о проблеме, теперь не приходится месяцами ждать ответа. Надеются быть услышанными и новоуренгойцы, жители микрорайона Созидателей. Я смотрю, что уже число смотрящих перешагнуло тысячу человек. Для ямальцев не секрет, написать губернатору и получить обратную связь можно в любое время. И по любому поводу. Для этого есть аккаунты в социальных сетях. Среди тех, кто считает о местных проблемах, должны знать в округе, есть и новоуренгойцы. Спасибо за возможность задать вопрос. Новый ууренгой, на мой взгляд, превращается в свалку мусора. Гуляла недавно с ребенком и специально обращала внимание. Расскажу вам про свой район, где живу сама. За Южным рынком и домом по адресу Созидателей пустырь, который никому не нужен. Ему, похоже, уже ничего не поможет. Там форменная свалка просто. Раньше было общежитие. Звонила дважды в администрацию, дважды. Ничего не меняется по сей день. Там же только с другой стороны сгорела деревяшка. Ее снесли. И так вся эта гора так лежит там. К слову, про захламленность этого пустыря уже писали в городских пабликах. Проблема есть, подтверждают на месте и горожане, живущие по соседству. Территория у нас в таком состоянии находится на самом деле очень давно. У нас здесь какие-то помойки вечные. Я шла с работы, но по короткому пути решила сократить. Вот из-за этого дома завернула. Смотрю, здесь вот была помойка. Ну как, она и есть. И там собаки копаются. Я с ними как-то не очень дружу, поэтому я сразу пошла на попятную. Но они меня вот за какую-то секунду увидели и просто бросились. Реально было страшно, потому что вокруг мороз, вокруг не было никого. Вокруг неблагоустроена территория. Все запущено. Богом забытый край. Остановку напротив Сбербанка как ветер повалял. Где-то по весне я писала в администрацию, звонила. Мне пообещали летом поставят. Правда, лежали какие-то плиты летом. Я шла мимо, лежали плиты. Я думала, будет остановка. Теперь у нас дают нам ответ, что значит остановки не будет, потому что холодно. Остановку только надо в теплое время года строить. Жители микрорайона говорят, чувствуют себя едва ли не отрезанными от цивилизации. Зимой тут непроходимые сугробы, а осенью и весной огромные лужи. Да еще к уже имеющимся проблемам с благоустройством прибавилась сгоревшая в сентябре деревяшка. Лицезреть это ужасно. Вот с квартиры каждое утро встаешь и смотришь вот эту свалку. Но убрали его моментально, вот прям в полдня. Все вот это сгребли в кучу. Мы радовались, что это все будет убрано уже как бы между собой. Соседи радовались, все как-то будет уже более-менее. Ну, воз и ныне там, и опять же все свозится. Почему то, что осталось от сгоревшего дома, еще не вывесено, и когда на этой территории дождутся благоустройства? Ответить на эти вопросы нам пообещали в администрации города. Следить за развитием событий будут Лала Гасанова, Денис Галкин. Тейр радио компания «Сигма» для НУР-24.